То, что доктор не прописал. В двери татарстанцев стучатся шарлатаны, продающие чудо-приборы. С таким мошенничеством, как правило, сталкиваются пожилые люди. Любую их болезнь аферисты обещают вылечить с помощью неизвестного препарата. Тех, кто теряет бдительность и соглашается купить предлагаемый товар, очень скоро ждет разочарование. Как действуют выездные мошенники, знает Анна Городнова. Красивые приборы, грамотная речь и уверение, что с помощью этого аппарата можно исцелить всевозможные болезни. Быстро и без негативных последствий. Всего за несколько тысяч рублей. Электронные источники здоровья зачастую приносят пожилым людям прямо домой и за доставку денег не берут. Но полицейские советуют. Увидев на пороге человека с таким подбором качеств, не стоит торопиться приглашать его в свою квартиру. В ином случае есть риск остаться без денег. Для того, чтобы продавцы завладели вниманием потенциального покупателя, нужны считанные секунды. О том, что стали несчастливыми обладателями бесполезного аппарата, потерпевшие узнают, когда след продавца уже простыл. Ломается у них после покупки. Потом граждане понимают, что им действительно продали некачественный прибор, они им попользовались, и он еще и сломался. А где его менять, гарантия, нигде этого нет, никто его не возьмет. Действительно жалко просто так терять деньги из детства. И добропорядочные, очень внимательные граждане сообщают о таких гражданах, которые предлагают такие приборы. Зачастую подобный обман рассчитан на пожилых людей. В своих красивых речах аферисты подкупают, как правило, дешевизной и мнимыми возможностями. В погоне за экономией многие готовы поверить в любую пользу псевдоприборов. И в итоге остаются без денег и лечения. Если какая-то существует определенная нужда в покупке того или иного прибора, лучше подойти в аптеку и там проконсультируют. Или сначала все равно обратиться к врачу, если вам выписали определенный прибор, лучше приобрести его в сертифицированном центре, например. Ну, в аптеке есть, это какой-то медицинский прибор. Если он не медицинского характера, значит, в магазинах специализировано. Тем, кто оперативно раскусил обманщика, стражи порядка призывают немедленно обращаться в полицию. В противном случае поймать мошенника будет довольно проблематично.